Солнце проходит Мы знаем это как информация из каких-то наук допустим ребенок которому 5 лет или 10 он не знает этого всего но тем не менее для него год это реальное какое-то явление как он тут будет видеть по ощущениям до сезонов здесь взять ребенка там на севере он знает что был снег было холодно потом стало тепло потом снова холодно и это постоянно повторяется этот цикл он может не понимать что есть земля солнце световращение но реально видно что меняются сезоны поэтому ну практично реально по ощущению по опыту мы видим что меняются сезоны года и нам кажется что их 4 хотя их на самом деле 6 но это вопрос как бы такое уже некачественное количество на сколько частей является цикл то есть с точки зрения науки физики астрономии природоведения то год это период вращения земли вокруг солнца но люди не знают какой и не обязаны это знать они какие-то другие практичные вещи то есть цикл смены сезона или времен года поэтому не времена года правильно какие то еще можно дать определения году но не научные теоретические философствования обучения а практичные в нашей жизни что мы еще знаем о таком явлении как год для себя ну это начало да да то есть какое то есть множество племени которые важны я говорю себе год прошел и что это означает по ощущениям то есть год прошел часть я могу проанализировать а почему я анализирую допустим там прошло 3,5 месяца и пора анализировать нет я не жду 3,5 месяца и не жду допустим 2 года анализирую каждый год почему у меня желание проанализировать то что прошло именно за год а не за полтора года не за два не за полгода какой то этап в этом месяце да но по ощущениям как я могу его описать поел тоже какой то этап но это короткий этап вот почему от года есть такое ощущение что мне хочется разобраться с прошлым и посмотреть в будущее да это цикл ну и недельный есть цикл там и месячный но это цикл какой то особенный почему я хочу анализировать свою жизнь годами анализировать как пример планировать рассматривать понимать может потому что он общий для всех да он общий для всех это нас всех объединяет да но есть ощущение от него важности то есть прошлая неделя это не важно прошлый месяц это уже лучше прошло полгода непонятно что прошло прошел год конкретно что-то прошло то есть это какой то завершенность это завершенность и важность вот а когда два цикла то есть два года это слишком много я уже могу запутаться то есть по ощущениям я понимаю что каждый год нужно посмотреть прошлое понять правильный режим посмотреть будущее какие то планы составить есть такое ощущение да это не потому что там определяется это вращение чего-то есть науки астрономия физика я чувствую реально что когда год прошел надо посмотреть назад а когда я собираюсь в год вступать надо посмотреть вперед и как его спланировать поэтому сами ощущения мне подсказывают цикл важный недельный месячный это хорошо но этот очень важный годовой теперь давайте посмотрим по опыту прошлого например людей которые в возрасте или которые знают там древние наши какие-то особенности вот что говорили наши бабушки и дедушки а лучше прабабушки и дедушки о годе какие были мнения у них об этом как мудрость нашего народа у них были всякие разные там пословицы приметы ну а то что дает знание что допустим бабушка в контексте годового цикла ценное как знание какие высказывания слышали зиму пережили как дальше что там продолжение в общем то есть слава богу ты слишком рослых чай выплыли слава богу тоже но конкретно то есть в чем там именно слава что я дожил до весны год пережил я пережил год да и скорее всего весной летом осенью я буду жить и не умру то есть не оставлю тело а вот зимой вопрос и зиму пережил значит надо радоваться я пережил зиму то есть есть какая-то не просто цикличность а есть какие-то особенности в этом году и зиму трудно пережить и можно подумать что это связано с холодом но не совсем так с голодом то есть есть ощущение что зимой трудно выживать а почему наши предки трудно выживали зимой не хочется действовать зимой вялость апатия меньше энергии меньше сил и этот период трудно пережить потому что мы чувствуем наши силы ослабляются да кстати с wear to чувствую symbol прославлять почему а почему мы это знаем на ауд干 zumoo а с чем это может быть связано холодами холодами раз но есть такие места напитки температура не сильно падает но ощущение зима это есть как не у confrontation а вот пойдем допустим день-ночь где труднее выглеть а ощущение что меньше сил ночью и днем ense а температураral собой почему ночью и зимой нам кажется выжить труднее зимой день короче да то есть видите два самых главных цикла которые замечают дети с рождения их нужно учить календарям или проводоведения или физики основными они видят что и суточный цикл и есть годовой это два самых главных цикла он нам не только дан по ощущениям как реальная цикла мы еще видим что эти циклы очень важны ночь пережил значит день скорее всего переживешь будет энергия еда и счастливы все остальное то же самое зимой зиму пережил и скорее всего уже в лесу лет и осень тоже переживешь и видно что это связано с тем что чем меньше солнечного света тем больше у нас сомнения в том что мы выживем а солнце стало день начался пришла надежда на новый день то же самое зима закончилась весна началась это как раз это аналог рассвета или восхода есть надежда на новый год то есть надежда нам дают восход это надежда на сутки на суточный цикл и надежда народ нам дает начало нового цикла ну давайте по ощущениям посмотрим я скажу там да вы будете принимать это или отказываться вы можете эффектуально анализировать но по вашим ощущениям какой будет правильный ответ да ты солнце дает нам не только физическую энергию виде света и тепла другую более важную энергию мы чувствуем что что-то происходит на рассвете приходит новый цикл вас надежда на этот день и нас пора вот в конце дня на закате у нас включение что-то посмотреть правильные ввел себя в течение дня надо как-то оценить это осмысленно осознать и потом подготовиться следующим поэтому в контексте тема семинара предсказания на год нам нужно понимать что вот это реальный цикл он входит в два самых главных цикла суточный и годовой суточный мы видим по сменам времени дня можно сказать восход день закат ночь или утро день вечер ночь ну как бы можно и делить на четыре или шесть частей и кажется что четыре на самом деле их шесть вот есть такая же аналогия и она связана с более длинным циклом который в 300 раз длиннее мы видим что солнце больше всего летом меньше всего зимой вот когда мы переживаем время когда мало света солнца мы думаем что мы пережили какой-то цикл мы рады потом начинается новая нас на новой надежды весна у нас радует во всех смыслах физическому национальному как был внутренним вот а осень это время подведения в трудах и сборная почему мы собираем урожай как бы и природе нам дала природа за год и мы собираем урожай себя где-то в душе или в духе мы смотрим что же мы делали за год как андре вечера 30 сном смотрю что же я делал за день есть такие ощущения на вот это реальное ощущение а осенью да они не связаны с календарями почему в этого сочетается времени уныния и тоски как бы ты вспоминаешь а вот и потому что большинство делали что-то не то только в этом причинаю тоски а у тех кого все хорошо у тех золотая пора поэтому если осенью тоска значит видимо летом я не тем занимался а если все хорошо золото то это поживание золотых плодов поэтому нужно посмотреть из-за чего у нас тоска осенью посмотреть что самое главное меня беспокоит итак подходим на годовую циклу что еще общего какие мы все знаем против этих двух циклов которые мы видим реально даже ребенок знает по наблюдении месячный цикл что начать месячный цикл мы смотрим на месяц и нам украинцам почте мы знаем что месяц то ума те кто не знает что месяц это месяц они думают мы смотрим на луну и видим еще один цикл лунный цикл это новолуние растущая луна полнолуние убывающая вот получается как бы есть 30 кла и очевидно что первый главный и он чем связан с какой силой из какой графа и суточной головой солнце да он как-то сан с луной то есть месяц с чандрой не как то есть что бы она там не делала вообще убрать луну и внести в другую солнечную систему эти циклы не поведяются эти циклы связаны с вращением земли вокруг россии вокруг солнца если берем их нарушенный подход но по нашим ощущениям мы понимаем что луна к этому ни к вам отношения не имеет и поэтому если мы смотрим что у нас есть влияние лунных циклов влияние солнечных циклов то есть два ну три самых главных из этих трех два самых приоритетных и они только солнечные и поэтому реально мы живем по влияниям солнечных цифров и поэтому солнечного календаря самый правильный отражает фундаментальные глубины какие-то влияния на нашу жизнь если мы ему соответствует и живем под его влиянием тогда у нас на закате будет хорошее настроение потому что мы сделали все правильно течение дня у нас весной будет осенью будет хорошее настроение потому что мы год световой прожили не зря и готовится пережить зиму и на восходе и на весной будет надежда новый год мы понимаем правильно по духу по солнцу по суле по законам каким-то у нас все будет хорошо а у нас их вспомогательный он накладывается на этот третий и влияет но нашим наши лунные какие-то сферы и аспекты жизни какие у нас лунные свет сферы жизни и аспекты что мы чувствуем от луны спокойствие да внутренние какие-то ощущения на душе спокойствие беспокойство она влияет на нашу сферу эмоций на сферу чувств ну там говорят на ум на психику а психа это душа то есть у нас влияет на душу это третье воздействие оно третично то есть второстепенно в отношении главных и поэтому да конечно на наш на нас влияет состояние нашего ума наши эмоции чувства на женщина влияет еще в большей степени поэтому женщины считаются потом умными сущностями потому что цифру кулу очень появлены с физиологией стомуляции с женскими циклами и поэтому даже по природе видно что мужчина больше привязан к солнечному циклу он живет по высшему закону закону солнцу лесу или бога законы рата важных принципов вот а женщина больше природная на нем влияет луна и она больше дальше немного солнца высшего закона и выше каким-то женским законом вот но при этом год является солнечным явлением и даже если не будет луны и мы смотрим только на одно взаимодействие вместо него же он зеленый солнцем он будет теперь само слово имеет большое значение у нас для снова год в русском языке тут используем русский язык у нас есть два слова какие у нас два слова есть для года для этого ну первое само год это понятно а второе какое лет спасибо спасибо молодец в общем мы говорим лет или году у нас есть два слова синонима и интересно почему их два это имеет большое значение вот и давайте по частям что означает слово год он год год сотки год их год одноколенные словарь вот гордиться гордый нет своевать этоELPHE и и немного посмотрим в эти мологии написано и ну допустим вот знать знать брать брат то есть вот это слово годится то что годилось и стало годом а что это годится быть пригодным годный вот нужно нужный подходящий да если не посмотрели что что самое подходящее что нам больше всего годится что наиболее годное нам годится год больше всего это было название то что пригодно то что нужно то что ценно в нашем окружении то есть горный это год то что годится это год и первоначально год означала но самое ценное подходящее важно использование время это наиболее эффективное подходящее годное использование времени и вот означало подходящее время годное время используемое время способ использует наиболее эффективно самым пригодным способом это пригодным и потом уже пришло в ту годом начать время вообще а потом это положено время солнечного цикла время смены четырех сезонов но сначала было годное слово годница вот это было подходящее время подходящий когда начинать год когда год в пике когда пожимать плоды когда готовятся к новому году отдыхать потом снова надежда на новый год выполнение всего подсчет плодов цыплят по овощи не считают потом подготовка и так далее это был наиболее пригодный подходящий надлежащий цикл а потом осталось название времени в общем смысле те кто придумали слова год они понимали что это самое ценное способ использования времени именно его разделение основные части на 4 6 сезон а лет что означает 6 лет лет то есть получается пиком как бы какого назвать экстремумом вершиной года является лето если лето прожил начну прошел через пик года лета это были верта то есть это как полдни правильно полную за пигня то есть наиболее энергия и физиологию пищеварения и в активности поведение у нас время полная поэтому наибольшую активность году было летом и считали когда летали это первый смысл что пиком экстремуму максимум то есть апогеем года является лето и мы считали их а второе значение слова лето какое помимо что это пик года по активности куда лету куда она была такая богиня еще не возможно да а если допустим не по богине а по сути когда что этот этот предмет это явление джекка муле куда указано прошло до во время куда то ушло прошел во время нет вообще и поэтому первое значение слова вот этот цикл и времени и тут общее главное что это время авториспетина что-то самый ценный цикл который годится для нашего использования а синоним этого русском языке это лето или лет и позже это тоже время поэтому оба значения русском языке слова год самого понятия пришли от слова время там это было наиболее пригодное время а во втором значении на то время куда мы складываем свои достижения что мы пробьем зомбейное дело и мы туда отправляем что еще важно знать о годе когда он начинается у нас есть как минимум там 4 5 вариантов при царе первом начиналось в сентябре при царе при первом сентябре начиналось потом сделали календарь это начинается зимой 1 января потом у нас есть зимнее солнцестояние 2 2 декабря можно начинать тысячи вариантов начала года и северное действие отлично китайский гороскоп это ж не наугад там это первое полуния когда феврале или первое предвеседник еще варианты есть еще можно как вариант день рождения на начало года можно но тогда это будет что-то индивидуальное да это можно для конкретного человека так оно и есть фактически он ими циклами и живет мы даем прогноз для всех людей мира когда мы этот вариант использовать не можем но из этих как мы быстро не знаю по ощущениям или по нашему опыту что является наиболее естественным природным моментом но не момента хотя бы днем начала года весна весна есть какие-то они пощения в арене весны какие у вас ощущения как на восходе что-то сейчас восхода начался новый цикл весной потому что старая отмерла трансформировалась кто-то не дожил что-то изменился кто-то поменялся начинается новый цикл у нас реальное ощущение что новый год начинается где-то ощущение когда именно весной ну сложно да 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 действие родительство нормально во первых это явное явление мы можем продолжительность часами берет между днем и ночью дневным временем ночным когда они совпали этот момент у нас тут есть реальный способ отсчета не нужно иметь или там назвать соревнования компьютеры этот способ практичный когда у нас не станет работать цивилизация упадет умрет это способ останется поэтому вот это идеально ли это способ но наиболее практичный нам не нужно много дополнительных каких-то как мы назовем средств инструментов или приборов чтобы это вести поэтому мы чувствуем что новый год начинается весной мы часто рассматривать не будем поскольку ну это практически мало чего изменит но надо отдавать себе отчет что текущее время начала года зимой оно не соответствует циклам который мы чувствуем и циклам в природе это неправильно время начала года поэтому календарю по которым мы живем когда начинается у нас в сутки полной а почему на полночь удали непонятно один а странные люди сказали год вот начинается когда когда меньше всего света и это проблемы когда труднее всего выжить и на наиболее темные сущности выползают в этой тьме то есть и год и сутки начинаются не тогда тогда было бы это было оптимально поэтому для себя мы можем найти какое-то другое время когда утром просыпаемся считает начинается новый день такие какие-то важные дела и приносим все важные дела с полночь до утра это будет намного лучше то же самое год если нам мы сильно празднуем новый год января то мы просто отдаем дать традиции неизвестно чей традиции там почему она так но нам эта традиция чем-то приятно по ощущениям или по какой-то там другой радости вы понимаете что мы сами чувствуем что год начнется весной возможно это будет висение равнодействия вот и мы поймем что зиму пережить и хорошо и слава богу начинается новый цикл вот теперь надо строить планы открывать новые проекты что такое делать и реально будет какое-то новое движение новая энергия новые какие-то качества времени и на это стоит ориентироваться это более практично когда природа или законы высшие законы бога нас поддерживают что мы начали реально новый цикл если нам захочется уточнить а само равноденствие нам не подходит мы можем выбрать ближайшие к нему новолуние правильно ты спасли когда будет бежать новая луна до или после весеннего новолуние идет первый лунный месяц а второй вариант какой может быть если не полония по солнцу что вы должны весной заметить но она будет плавно расти от зимы к лету и летом будет на пике на какой-то момент нужно понять что вот уже граница и было мало слонов на восходе это явная граница темноте очень много а после восхода уже резкий такой скачок он даже не качественны висоте любых Plan это подобные скачок если мы наблюдаем за Солнцем и знаем впереди этом то что захотим найти какой-то мой момент захотим найти если не выбираем за Солнцем что бы захотим найти какой-то момент идеи когда мы скажем что д Adriap op кон꾸EN от него потому что солнце делает этот оборот за 365 дней и это 365 градусов то есть один градус в день поэтому если мы знаем о Раши как созвездие завекальное созвездие как способ посмотреть как же движутся все графики все планеты по ним идут и солнце и луна и все остальные графики вот вдруг мы замечаем что весной если мы считаем что граница между двенадцатым Раши и первым Раши это начало зодиака то оказывается каждый год 14 апреля солнце входит в эту точку тогда если мы используем не лунные начала года как новолуние возле весеннего равнодействия то какое мы должны использовать за солнечного года да потому что каждый год 14 апреля солнце проходит границу между хвостом вот этого вот мины то есть выходит из рыб как мы их называем из над Раши мина и 14 апреля каждый ход он входит в Мешу в нулевой градус 0 минут на секунд Меша это при вот этом неподвижном зодиаке он называется сидерический театрическом будет все по-другому то есть если мы используем неподвижные звезды как точку отсчета движения всех граф которые являются представительными силами планеты представляют силы вот и мы на основании предыдущего семинара мы не будем это сейчас разделили на какие-то отрезки мы понимаем что там есть стопы этого бога времени аналогичным моим стопам это значит конец чего-то есть его лоб начало его чего-то вот эти стопы и лоб находятся в той точке зодиака мы смотрим что солнце эту точку зодиака проходит каждый год 14 апреля получается что закончила цикл прошло по телу кулаку руши и что попало к нему в лоб начинается много циклов и это субъективно я не могу дать вам как-то рекомендации но мне нравится 14 апреля как начало нового года ну давайте разберемся к чему уже пришли в чем ценность года его абсолютная максимальная важность это понятно что это самый ценный цикл для анализа рассмотрели о прошлых событий и прогнозов на будущее когда он начинается но явно как не день начинается помощь так год не начинается зимой начинается где-то весной у нас есть три варианта это день весеннего равнодействия раз это новолуние где-то возле этого синила на действия 2 если до этого это будет скорее всего китайский и когда солнце переходит последнего 12 1 и каждый пусть не выберется я вас советую допустим весной которая будет скоро там через три месяца обратить внимание на эти все три дня и посмотреть где вы почувствовали наибольшее изменений когда вы встретили восход вы явно видите изменения в природе не только там поют птицы какие-то крики что-то еще вот движение воздуха какой-то идет это потоки вот это вот вы явно видите изменения в природе на восходе вы не можете их проигнорировать вы чувствуете что она меняется даже если нет при этом каких-то там сопровождение цветов животных или солнца начался новое посмотрите на эти три дня весеннее равноденствие новолуние перед этим и 14 апреля до солнца из последнего 30-го градуса ними перейдет 0 градус меньше если вы видите больше влияние к возрасту не считаю что вам это подходит то есть по моему опыту и кому даже интеллектуального анализа мне нравится 14 апреля я всем лишь это мой настоящий новый год который я считаю что основной цифр но явно это будет именно в это время поэтому должны понимать что есть только по которому живем если вы потом что меняется в природе и это не совпадает но у нас там никакой трагедии нет это просто осознает ситуацию мы должны подправиться и под наш цикл начинать новые проекты новые бухгалтерские книги или какие-то новые отчеты с 1 января это для социума у нас есть внутренний цикл по которому мы живем это будет что-то связано с весной я делаю допустим новую идею или хочу кардинально послужить меня служить с весной с марта или с апреля и то и то будет работать одно будет работать для социума другой будет работать для меня для человека для сущности поэтому вопросов нет идем дальше то есть мы рассмотрим что такое вот в чем его смысл откуда он к нам пришел такое расположение этого слова и когда считать какие моменты с началом года это очень важно чтобы когда человек настаивает на важности 1 января и лишь нужно за день встретить как его проведешь так все и будет надо показывать что находится какой-то концепции и только по этой концепции это важно есть еще 10 концепций помимо этого и по ним ночью с 31 января на 1 декабря ничего не происходит и в принципе если убрать салюты отключить электроэнергию как-то все это потушить то вроде бы есть ничего и не меняется хотя это невозможно сделать даже если вы возьмете палатку идти в лес поставить там ее в тишине и думаете что вышли от цивилизации и хотите посмотреть поменяется ли что-нибудь момент перехода до высочки огромные крики всех городов вокруг начну любить петарды и будет какое-то возбуждение в природе до социуми живут у них уже есть часы и они что-нибудь такое воспроизведут непонятно у меня пошли ощущения внутри из-за того что реально что поменялось или просто услышал как там за 100 километров с города дает или шум от этих всех фейерверков и все свой третий да и чем дальше тем умнее меньше а вот весной мне хочется начать куда новый проект присвоить что я сделал за год чем более мы пробуждены чувствуем ощущениям тем меньше на цене на заправе не который заключается в том что вообще праздником жизни нет жизнь какая-то странная серая но хотя бы там на дыру еды отъемся до пуза там забью холодильник может быть возникли ощущение праздник я хотя бы надеюсь опять же зима то что его и на то тоже дизема вроде шанс срабатывает но хоть надежда какая то есть что может быть в эту ночь произойдет что это чудо и будет весело хотя чаще всего не оправдался верно не на еду не на алкоголь на телевизор то есть чего-то не хватает для праздника теперь давайте посмотрим как оценивать прошлое понятно вечером мы оцениваем что мы сделали за день там благодарим бога за то что он дал в течение дня и пытаемся приготовиться к отдыху то же самое осенью это время сбора хладов сбора урожая и цепляет нам полосе не считают мы смотрим что уже сделали за самую активное время года это уже там будет это поздняя осень подходим к зиме когда уже особенно ничего не сделаешь набираться сил когда мы делаем планы мы делаем по утрам и это правильно нужно утром проснуться после очистить процедуру то есть очистить зубы принять душ сесть и посмотреть для чего я живу какова главная цель моей жизни и что я сегодня могу сделать чтобы от этой цели приблизиться это можно сказать что я помедитировал или помолился но я поставил на суть своей жизни а самую главную цель и тогда мой день пройдет намного лучше есть бесконечное количество других вспомогательных технологий которые к этому призывают но фактически мы просто эту же суть дают по другим соусам допустим у Стива Джобса был список дел он смотрел если я сегодня вечером не буду это последний день какие мне дела бросить и оставить он делал то же самое просто более интеллектуальным способом или просто если мы вспоминаем своих предков своего отца или свой мужа там свой род для чего я живу нам это позволяет не заниматься а с интенсивным заниматься но у нас тема 2040 год значит как мы применим эти технологии чтобы эффективно проживать свою жизнь чтобы выполнять свое предназначение чтобы не только какое то одно событие в течение дня или какая то там моя деятельность а чтобы вся моя жизнь была в соответствии с этим что нужно сделать в контексте года если я хочу чтобы жизнь не давала удовлетворение и счастье было эффективно и по предназначению в начале года мне нужно посмотреть вперед и понять что же мне делать для того чтобы я правильно двигался в своем правильном управлении но исходя что на есть два варианта начала года когда я должен это делать это можно сделать два то есть допустим я смотрю что начинается григорианский год это будет 1 января и многое поменяется в социуме то есть допустим вступят новые законы новые правила новые штрафы если я работаю там поменяются какие-то договорительные акты будет просто что-то там если повысится акциональный проезд на повысится с 1 января если там уменьшится зарплата тоже будет 1 января что-то произойдет как-то на меня повлияет поэтому нужно посмотреть что же будет социуме в обществе стране в законах оно будет меняться с 1 января и нужно под это подстроиться поэтому понимать что весной в ранноденстве или в апреле или в марте начинается реальный цикл в природе но я живу не в природе там ни в лесу ни в горах ни в пещере я живу в социуме и в нем чтобы меняется 1 января в виде законов штрафов там законодательных актов или каких-то принципов местных местечковых правил может быть что-то еще произойдет и нужно под это подстроиться поэтому правильно что я планирую свой год в конце декабря сначала говоря потому что может принять какие-то условия моей жизни допустим я могу тарик поменять в мобильном телефоне или там рассылки вниз и тарика меня обычно сначала года или сначала месяца то есть я вам как-то свою жизнь перестроить поэтому правильно что мы сейчас делаем мы останавливаем некую свою деятельность пытаем посмотреть назад что же я делал к чему это привело правильно ли я иду и смотрю как нужно скорректировать свою жизнь чтобы более эффективным чтобы жить еще лучше это вынуждена это все сделать в конце декабря поскольку социуме в обществе поменяются многие вещи и потом нужно помнить что и есть я я живу для себя реализация своей сути своего духа своей сущности мне нужно сделать то же самое еще раз скажем там перед 14 апреля чтобы посмотреть как я лучше живу не для словства а для себя для выполнения своих внутренних целей поэтому то что мы понимаем что это не праздник ничего не начинается но поскольку мы видим что будет изменение социуме и мы к нему очень сильно привязывая мы берем деньги социуме туда свои ресурсы там своих детей что свое мы с ней связаны поэтому нужно это все принимать на внимание и говорит что там я живу в другой реальности у меня свой календарь для свой новый год так и получится но так можно если мы просто уйдем в пещеру а мы нужно быть реалистичными некоторые рисуют себя какие-то фантазии что я ушел от цивилизации я не живу по его правилам у меня свой новый год но пока я пользуюсь деньгами я живу по правилам общества а практически мы это все делаем поэтому да перед смыслом что мы сделали за этот социальный гражданский как очень называют средский год гражданский год средский календарный григорианский это не природное явление но они указывают огромное влияние на некоторых они указывают наибольшее влияние и мы должны чтобы спланировать что-то в будущем знать две вещи что я делал в прошлом к чему это привело и чего я хочу получить и для плана нужно посмотреть как мне будет помогать или мешать окружении и то же самое я сделаю в апреле ну или в марте зависимость того что я считаю ценным теперь посмотреть на свои события в прошлом я могу посмотреть на то что я сделал я уже знаю как потому что это прошлое что главное знать о прошлом чтобы открыть допустим прошедший тринадцатый год вот есть какие-то события что нужно самое главное знать оценки а как не оценит результат да как не оценит плоды другу говоря положительные отрицательные тоже назвать это главный критерий да это может быть ощущение это смеет то что это было хорошее дело это достаточно критерий чтобы это были негативные но все-таки все решилось да да вот это очень ценно нужно понимать что оценка это все объективное и не надо спрашивать читать писание смотреть какие-то внешние источники по ощущениям я лучше понимаю свои как-то воды и если мне этого не хватает мне нужно опять вспоминать самое главное то есть какова цель моей жизни потому что допустим при одной цели это могут положительные результаты а при другой цели это могут быть крайне негативные результаты поэтому каждый раз когда я по ощущению не могу понять какие-то были события нужно спросить себя а для чего я живу тогда это будет более ясный критерий что это будет оценка ну и в прошлом копаться не будем как анализировать предыдущий год сыграться и нам понятно но допустим у нас есть какие-то желания к будущему году мы хотим какого-то прогноза давайте уже приходим научности вот мы знаем астрологию ведическую астрологию джотиш даже в контексте контраста что мы можем цены от него получить чтобы свою жизнь улучшить то есть какого мы именно хотим прогноз реалисты мы же понимаем что нам тандра джотиш никогда не скажет скажем там в июне цены надвижимость либо упадут либо вырастут поэтому там либо купили бы продать для июня это нереально мы понимаем да мы же релисты что такого прогноза никто не даст даже найти идеального астролога который все знает он нам это не скажет а что нужно сказать реально там джотиш чего мы от него ждем доступного что мы от него хотим ну я не могу сказать что давайте вот какие-то предсказания в каком-то месте будет это делать так другом будет это это будет непонятно это будет не заблуждать что будет лекция а вы слышите почему не важно просто запишите мы должны сами это открыть как исследование но чтобы это открыть нужно понять что мы от него хотим каких какой помощи мы хотим от трансляции в контексте прогноза на на четырнадцатый год и грязь и светский или социальный или гражданский год что мы от него хотим каких именно у каких это нет непрактично что то есть мы правильное ощущение мы хотим от него но чего-то положительного позитивчик говорят но это очень абстратно а какого именно чем он нам может помочь нельзя хотеть сделать нереального на рекомендации так поступать для чего поберечься ну в принципе правильно а на основании чего тантра джотиш как любая другая ведическая слота ему подскажет фундаментом этого что будет да да нужно понимать какие циклы в этом году проявится период их назовем да интервалы времени и мы захотим узнать они какие-то знания да чем они окрашены правильно какие циклы мы возьмем из того что мы уже знаем из тех семинаров о которых мы были из нашего прошлого опыта какие мы циклы знаем в природе которая может дать нам знание о цене ну конечно бы надеялись что есть какая-то древняя книга там я не знаю там пальмовый лист у нас тогда мы открываем и там написано в украине в четырнадцатом году в марте будет такое мы же этого не ждем то есть мы реалисты а чего мы ждем от тантра джотиша так как любой другой астрологии доставать никаких циклов периодом да то есть но что еще можно получить конечно и какие-то другие там интеллектуальные сложные технологии да безумные мне навеяло но что я точно знаю мы знаем что брать есть правильно да мы же на опыте поняли что это не какие-то символы и значки в карте это не концепция книга это реальные силы под влиянием которых мы живем вот и это самое большое нас окажет влияние поэтому мы всегда находимся под влиянием графа и сил и весь год мы будем находиться под их влиянием поэтому что мы можем знать агония какие будут влияния и когда-то нам нужно использовать когда это будет нам помощь подсказка и как нужно чего-то избегать это будет рекомендация как предостережение как опасность понятно что броми граф ничего приоритетного важного и нету и даже средства это древняя книга там писание или майя или там какие-то прогнозы страдам и какой-то ванги это в этом нельзя быть уверенным потому что где связь этого этой информации со знанием откуда мы знаем что это от графа это писал там ну пробужденный святой или знающий человек это будет просто ритуальная информация которой можно доверять а можно не доверять это вопрос веры вот а если мы знаем что есть силы и знаем по опыту мы в этом не сомневаемся мы понимаем что они влияют и на нас и на землю и на все и если мы поймем какие будут у них разные влияния по качествам времени тогда это будет самый близкий нам прогноз самый реальный по ощущениям и тогда как мы можем сравнивать влияние игрок на основании того что мы узнаем о столовании оценивать я знаю что есть су я вообще хочу посмотреть на влияние судья в четырнадцатом году я знаю что есть например я знаю его качество но не всегда одинаковые будут всегда меня интересует что же будет в контексте буру в четырнадцатом году как умрашивая да все это понимают что другого способа нет или это еще поисследую чтобы узнать агуру как аграхи что у него есть представитель в виде объекта это планета юпитер который мы называем это граф агуру которая движется в виде объекта по эклиптике она проходит разные знаки называем раши и у этих мест есть как бы такая ну линза или цветное стекло через которое цвет или влияние или сила этой графе попадая на землю окрашиваются в разные качества есть другой какой-то способ оценить влияние гуру или сурье в течение года ну нет нет может быть он есть но он или интеллектуальный или мы до него не додумались другого ничего я не могу придумать есть сила мудрости или сила пространства или сила знания она есть всегда она есть волне моя мудрость или моё пространство она есть во мне вот но я понимаю что это сила меняется когда во мне больше мудрости когда-то меньше когда-то я лучше вижу свое пространство когда-то я не замечаю то есть также есть вот эти тенденции циклы изменения времени во внешнем мире это значит что эта сила она то пробуждается то ослабляется то чувствую себя примитивно говоря лучше или хуже но не просто лучше не хуже а допустим там грустной или скучной или радостной или неэффективной или наиболее эффективной то есть как у себя дома или как у друга или как у врага то есть есть какие-то вот эти вот возможности себя проявить если я посмотрю на реальные какие-то явления которые могут это поменять то есть ничего кроме движения представителя этой графики как планеты юпитер по знаку зодиака я ничего другого найти не могу то есть нет другого критерия чтобы оценивать поэтому есть много технологий рассказаний много методов или способов дать рассказания на год ну допустим 20 я их знаю можно и всех перепробовать и окажется что идут разные прогнозы и нам трудно будет все оценить а свести воедино это практически нереально поэтому у нас стоит выбор какой же метод технику использовать если мы посмотрим на варианты ничего более реального нет то есть ничего более видимого или значимого или как сказать наблюдаемого нет надо же практичного для человека непровожденного нет да 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 обывателя и тут в чем что он говорит что ты это выдумал нет давайте возьмем книгу или альманах там же ты видишь юпитер да ты видишь есть координаты юпитер находится там в двадцатом градусе рыб там элера что это означает он идет через какие-то звезды то есть это не выдумано это наблюдаемое явление просто ты считаешь что звезды они далеко на слиянии не оказывают и неважно где он находится ну кусок газа который летает где-то там вот и считаешь что ничего не влияет но в принципе это твой выбор но я понимаю что что я чувствую от пространства то же самое идет к нам от юпитера поскольку это в солнечной системе это представитель этого тут силы он и есть там и ну хотя бы это только как-то обосновано потому что все остальное является просто интеллектуальной концепции и вы спросите у вас технология предсказаний на год вы стройке годовую карту а почему карту а почему это когда вас код а для кого не остановил строить она будет рада интеллектуальное объяснение и не будет какого-то глубокого внутреннего фундамента а графе это реальность мы с ними знакомы и раша это то что самые наблюдаемые факторы и критерии изменения в них и так чему это все я захотел вас подвести периодом какие у то есть их называют скорее всего транзиты и по сути это что мы наблюдаем как планеты движутся через знаки зодиака говорят языком западных астрологов языком астрономов и физиков то есть планеты с этим все согласны они движутся по зодиаку то есть по зодиакальным созрениям и эти созреть объема какие-то части почему 12 на сененаре выяснили если мы видим что это целостное какое-то явление все 30 градусов это одно из 12 зодиака это один объект это может быть часть тела лоб лицо руки и грудь там все остальное то это целостное явление и в контексте зодиакова звезд и поэтому конечно мы и в ней не может быть уверены что это самая лучшая технология но та в которой мы меньше всего сомневаемся и та наиболее очевидная технология мы захотим знать прогноз в виде попытки понять и интерпретировать как будет себя чувствовать каждая графа в следующем году из этого поменяются мои взаимоотношения с моим духом с моей душой с моим пространством с моими границами с моей личностью с моим телом и с моим интеллектом то есть есть 7 главных сил моей жизни они будут по разному проявляться и каждое изменение этой графе в виде прохождения по раши то есть по знакам цирического зодиака таким образом поменяет мое взаимоотношение человека с вот этими 7 силами более внутренним либо более мягким я уже знаю как это комбинировать я знаю силу и знаю качество раши мы это знаем потому что мы были в будущем семинаре другие люди этого не знают если я знаю где находится мой учитель мой гуру в каком месте я знаю что это уже по ситуации создаю а вот ситуация за кучу все проявить себя это будет в реальном уже рекомендации теперь нам только осталось решить какие эти какие из них из этих семи игра мы будем использовать в годовом прогнозе как единство возможно давайте найдем простого мы будем здесь использовать почему каждые два дня она идет по-другому рашу поэтому ее можно использовать в недельных предсказаниях ну или в месячных если нужно подробно расписать месяц чандру мы отбрасываем кто у нас там еще шустрые очень буха меркурий один оборот за год получается что в течение года он пройдет все эти циклы и даст все 12 влияние и еще он неравномерно движется где-то будет две недели это будет два месяца потому-то ретроградный он идет вперед то он день назад поэтому глухо нам подходит если мы хотим очень подробно год расписать но по частям месяца мы это можем сделать например если захочется и завтра это дополнение но в целом год это практически не описывает потому что за этот год будха успеет дать все свои 12 влияний правильно судья то же самое поэтому годовой прогноз мы скажем в течение этого годового цикла мы пройдем все шесть сезонов или все четыре времени года и покажем все свои 12 порядка влияние на нас что у нас остается мандала шукра гуру шани правильно мандала и шукра они такие быстрые как будха да тоже довольно быстрые и обычно они плюски за год успевают побыть ну почти во всех раз поэтому как дополнительная информация мы можем так сказать что по ним в целом год мы оценить не можем но можно дать какие-то рекомендации по частям этого года вы мне сами скажете что вы почувствуете и нам будет проще чем всем остальным поскольку мы прошли предыдущий семинар и помним его как бы плоды его манты более целостно пишем вот другие графии которые движутся наиболее медленно это у нас кто остается гуру шани ну из как интеллектуальная информация астрономический справочник или астрологический гуру обычно находится в одном знаке около года поэтому если вдруг нам повезло возможно такие годы есть когда он там 1 января куда-то входит и в районе 3 строить говорят куда выходит про то одно влияние на весь год но цикл там сдвинуты они не связаны с миграемским годом поэтому в течение года он поменяет свой раз поменять свой знак какой-то момент он с одного знака перейдет другой поэтому то есть мы точно знаем по нашему исследованию по нашему опыту мы должны писать год с точки зрения положения гуру у нас будут две части гуру две части года исходя из двух положений гуру он будет в одном положении до какого-то дня и в другом положении после кого-то дня мы должны подробно исследовать что чувствует пункт раши то есть мы рассмотрим мудреца учителя консультанта или судью или священника человека знания человека пространства он будет находиться в двух местах скажем там в третьем раши а потом в четвертом раши мы должны описать это все по нашему опыту исходя от будущего семинара мы поймем что же будет с мудростью людей во всем мире и в нашем том числе насколько мудро будут себя вести люди насколько во всем мире будут цены знания если знания не цены мы должны сказать почему и что будет людям менять заменять эту мудрость какие будут тенденции это же будет казаться других аспектов гуру изобилия то есть это будет там и финансовый рынок и золото и курс золота и благосостояние именно автоматериальное изобилие гуру вот это будет в две части года и шани то же самое правильно шани находятся два с половиной года в каждом раши и поэтому есть высокая вероятность что мы весь год проведем под одним шани то есть мы описываем год мы должны это сделать подумать влиянием шаги то есть это и слуги и наблюдающие низкие люди и народ и все что примитивное простое тьма она будет чувствовать себя в одном контексте скажем до июля и в других ситуациях после июля и таким образом будет год окрашен мы по себе будем знать чего будет хотеть во мне мое служение чтобы с моим терпением позолюбия в настойчивости умение управлять низкую работу и буду знать что будет со всем миром в мире в основном живут эти низкие люди шани простые люди они чего-то будут хотеть первого года и оказывать там влияние на правительство и на все стороны сферы социума и потом когда шаги придется до ура шаг другой сеть мерзии резко поменяются резко не смысле что там какую-то секунду будет такой качественный переход и народ двух осознает что он хотел одного терпения другого или поменяется конденции они будут оказывать другое влияние на правительство и возможно произвести то другие ситуации готовый вывод а можно это поисследовать мы поймем что это был главный прогноз на год ну что предыдущий семинаре мы это не рассматривали но 5 град будха шукра мангала шани и гуру они могут лица вперед и назад можно рисовать красивую картинку но суть можно понять если мы на земле движемся как бы чем планета и на ней наблюдаем мы ее обгоняем и с точки зрения нашего наблюдения будет казаться движется назад то есть это видимое явление нам кажется что вдруг графа пошла назад противоположные направлениях вот тут мы понимаем как не прислать не обязательно хотя бы мы нарисовать но мы понимаем что почти всегда мы видим что планета движется вперед они реально движется вперед но когда мы ее обгоняем нам кажется что она движется назад в угловом до земля быстро вращается а здесь мы не забыть сашалии когда мы находимся на другой линии мы в нем проносимся рад и уже его погнали линейно а все графики берутся по окружностям это допустим представим карусель и карусели с этим центром обращаются разные кресла вот и когда мы проезжаем по внутренней орбите мимо кто-то находится мы проезжаем быстрее то есть для того что мы наблюдаем деревья стенка что он идет назад как будто бы станет вперед а у шукры и мандалы будет по одному таку состоянию течение года это очень важное значение вот я скажу что написано об этих ситуациях в книгах то есть мы дадим себе предсказание на год по обратному приторганному движению мандалы и предсказание на год мы сделаем по обратному движению шукры мы пытаемся сами представить что же происходит следующий личность если идет назад или если шукра это сила комфорта если мы занимаемся чем-то в контексте комфорта и нойдет назад то мы по ощущениям посмотрим к чему это может привести и из этого мы извечем практичные рекомендации вот в эти два периода электроградности будет игра чего нам не следует делать чтобы потом избежать ошибок и проблем и чего следует делать чтобы быть внимательным это будет практичная рекомендация можно сказать такая составляющаясь прогноз на год но общего потому что однажды за весь четырнадцатый год мангала будет реторгантным и только один раз за весь год шукра будет реторгантным давайте подытожим что мы узнали сложное но практично или новое количество новых годов не один что такое год понятно да и нам хочется праздновать новые года мы меняем календари вот это 13 2013 потому что реально происходит какие-то уявления и мы чувствуем что год прошел и нужен какой-то отчет может быть отчетом не финансовый не фискальный может быть отчетом не перед какой-то человеком мы внутри требуем себя отчета каждый год это реальное ощущение я именно хотел напомнить вам этот опыт что ежегодно у вас на защищение что нужно перед кем-то отчитаться это очень ценно и очень важно из этого нужно исходя из этого нужно понимать что этот цикл очень важный и нам не только нельзя выгнорировать нам нужно эти отчеты делать и планировать будущее свое поведение и перед тем вы отчитываемся ежегодно и чувствуем что нужно это сделать на какой-то высшей силой если при собой то перед моим духом и старикона при своем отцом если какая-то организация то предпочитаешь высшестоящей организацией но есть реальное ощущение у всего живого что ежегодно нужно держать отчет перед высшей силой я или тот кто не управляет то есть вот это реальная отчетный период что под отчетного лица верхнего города это реальное ощущение и нужно отчитываться и станет легче и за прошлое и за будущее второе что еще важно в отношении года то что есть три три вида цикла год да довольно суточный месячный и месячный да это самые явные очевидные цифры и мы наибольшее влияние получаем от суточного и годового и они оба солнечные и это реальность то есть если посмотрим на ощущение на опыт на события это самое главное и только ну он то что называет душа это очень ценно все ритмы задает именно солнца на все ритмично по нему если наша жизнь согласно на слухом циклами это подходит для души для ума ну женщин для и телесности только цикл рождения детей если бы что высшая цель то под ним подстраиваться по солнцу и годы что еще было но еще разобрать как нужно начинать до как начинаешь то есть с искрения светского гражданского социального да у нас будет там на часах новые сутки в помощь и новые законы новые цены новые штрафы все это будет 1 января и нам нужно подстраиваться потому что мой будет социуме это твой никуда не деться нужно стоит иллюзии и фантазии что я живу своей жизни но это жизнь для социума это какая-то часть моей жизни чтобы слушал меня еще оставил покой и я имел деньги и не умер как разговор есть другой цикл который чувствую когда весной начинается моя новая жизнь нужно весной вспомнить о предыдущем годе очень четко дать себе отчет при своевшей силе и сделать планы что еще важно можно есть много способов можно придумать или взять готовые для оценки влияние года но влияние должен быть самым важным потому что это те силы которые оказывают влияние поэтому нужно смотреть как графики меняют свои качества в течение года а нет другого основания способа смотреть и проходит по знакам радиатор поэтому такой способ является наиболее понятным обоснованным и все остальные сомнения почему это как брать это можно противствовали они есть и раз мы видим и они тоже влияние на жизнь поэтому сочетание граф к главных сил и сочетание единственного как бы наблюдаемого то что можно засвидетельствовать изменение прохладения параши это есть комбинации разные варианты посмотреть во первых начать сначала с медленных граф то есть сначала на шани потом на гуру потом на шукру а можно наоборот но как говорил стиллер больше запоминается то что сказано в конце поэтому давайте наконец оставим то что более важно более важно этот транзит и граф контексте года это гуру и шани поэтому мы им закончим начнем с более быстротечного то есть более быстрых граф это будет шукра и мангала и каждый месяц мы не будем смотреть поскольку они дадут все 12 влияний что будет ценно что они два раза в этом году будут электрограммными все источники если мы переводим их результаты к одному виду зодиаков дают одни и те же даты вы должны понимать что зодиаков несколько как несколько моментов когда мы считаем днем начала года так можно построить бесконечное количество зодиаков здесь клипика можно смотреть у нее в качестве нуля принять любую звезду любую точку поэтому зодиака очень много и в каждом зодиаке у всех градусов свои координаты но сложилось исторически что два зодиака имеют самое распространенное применение один называется тропический и он связан с равнодействием другой называются сиделический и он связан со звездами тропик это положение когда день равен ночи поэтому тропикальный или тропический зодиак он привязан к равнодействиям он отчитывается у него ноль это солнце положение денег и сильного действия 22 или 23 марта а сиделический сиделиал это и на латыни и на английском это звездный он привязан к звездам и он неподвижный выбрали какую-то звезду говорят что вот эта точка отсчета эта звезда это ноль от него идет все и с точки зрения джокиша или танго джокиша техническая слоги там находится лоб голова миши голова клавку руши там и наша голова точка стыка между стопами и лбом и это звезда неподвижная и это зрение тропический зодиак вращается но поскольку все относительно любой человек который занимается западной астрологией и любит тропический зодиак нет дома вращается а наш неподвижен и что из них неподвижно это вопрос выбора я считаю что сиделический и зато и нельзя доказать не то не то потому что что мы любим качестве отчета возникает фундаментом иисты поэтому если вы хотите считать что тропический неподвижный так сказать что звезда неподвижная вот эта точка отсчета но не будет такие же эффектуальные доводы чтобы вас при увидеть и спор будет бесконечным так что это вопрос выбора в джокиши выбор однозначный сиделический зодиак относительно неподвижных звезд поэтому там вдоль это Это неподвижная звезда, граница между концом мины 12-го раши и началом межи 1-го раши. Если мы стерем все к одному зодиаку, то все сайты, книги, эфемериды, альманахи, данные НАСА, всего приводят к одному и тому же координатам планет. И по этим координатам планет все эти источники говорят, что Мангалом, который называют планетам Марш, будет электроградным в 14-м году один раз, 2-го марта по 20-го мая. Со 2-го марта по 20-е мая 14-го года Мангала будет электроградным. То есть он ходит по раши, какой-то заходит, потом идет дальше, заходит следующий, и вот в марте-майе следующего года он из 6-го зайдет в 7-й в порядку, там постоит, вернется назад-обратно в 6-й, потом остановится, пойдет вперед и снова зайдет в 7-й. Поэтому в этом году 6-й и 7-й раз он проходит дважды. То есть 5-й, 6-й, 7-й, снова 6-й, снова 7-й, 8-й пошел дальше. То есть и с точки зрения движения получается зигзаг, и с точки зрения координат они нарастают, нарастают, доходят до нуля, останавливаются, уменьшаются, потом доходят до нуля, снова увеличиваются. То есть он делает зигзаг. Я вам скажу, что написано в книгах о ретроградном движении вообще мангалы, но давайте посмотрим по ощущениям. У нас же там траджотиш, может быть в книгах здесь какие-то неточности или ошибки. Что мы чествуем от того, что вообще мы делаем зигзаг? То есть поступательное прямое движение, директное прямое, приводит к остановке, потом к обратному движению и снова к движению вперед. Это и делает графа сила. Что мы от этого чувствуем? Ну, как в общем, мы в том числе на самом месте. В том числе на месте – это тот момент, когда скорость упала до нуля. А потом еще мы перейдем задом. Теряем время. Теряем время. Теряем время, правильно. Делаем ненужные действия. Это может быть не движение, это может быть мысли, правильно? То есть ненужные действия. И в виде движения люди мысли, и в виде шагового поступков. Смотрите, он прошел седьмой, потом лечим, пошел назад, и потом что-то… Он два раза проходит седьмой. Мы два раза делаем одно и то же действие. Два раза идем через седьмой рашинг. Два раза мы что-то делаем одно и то же. Но это же мы пошли-шли, и потом опять начинаем возвращаться и делать то же самое. Да, то есть мы переделываем какое-то действие. Ну, что-то еще произошло. То есть мы повторно делаем какие-то действия, то есть переделываем свои действия. И все графики в момент ретроградности приводят к этим результатам. Нам нужно переделывать что-то связанное с этой силой жизни, с этой графикой. Ну, самый яркий пример, это Будха Меркурий, и везде написано, что если вы какое-то сообщение или письмо послали в момент ретроградного Меркурия, то вам нужно его перепослать. То есть либо оно не дойдет, либо вы неправильно поймут, либо вы передумаете, но вам нужно его перепослать. И вообще стоит, что пока Меркурий Кроватный, не пишите письма, не пишите книги, не занимайтесь бизнесом. Все равно нужно переделывать. Подождите, расслабьтесь. То есть почта, имейл не ходят, письма теряются, понимают их неправильно, факты не доходят. Сделки торговые, да? Сделки не совершаются, да. И вспоминается анекдот, что телеграмма из центра не дошла до Штирлица. Он ее пять раз прочитал, и она все равно до него не дошла. Понимаете? То есть не доходит, даже когда объект с информацией доходит, до сознания не доходит суть информации. То есть если вы думаете, вот повезло, Меркурий Кроватный, письмо мою получили, не факт, что оно дошло. Вы правильно поняли, потому что его там потеряют. Да, то есть мы видим, что наши письма не доходят до правительства. То есть явно не прочитали, но до него оно не дошло, суть нашего письма. Должны понимать, что доходит до этого в прямом переносном смысле. Понятно, да, что такое ритобразность в транзитах, в реальной нашей жизни. Не в карте рождения, потому что она при многообразована, а в жизни. Если это связано с конкретной графой Мангала, мы знаем, какие качества Мангалы, или что это у нас. Да, это уже конкретные выводы. То есть какой был ход ваших ощущений? Мангал – это моя личность, то есть это мой огонь духа. Это то, как я хочу проспостняться в окружении. Это то, как я хочу себя проявить, доказать. Это мои амбиции, мое самолюбие и эго, если это в плохом смысле. И у меня есть действия, которые основаны на эго. Это то, что вы сказали. То есть агрессия, обида, злость, ненависть, желание кого-то победить или убить – это все проявления Мангалы. И если Мангал – это в этом этроградный, то это все будет в той степени, что, допустим, я проявляю свою личность, а результаты не те. Мне придется это переделывать. И я неправильно свою личность проявил. Если я нашел какого-то врага, и его победил в этот период, то что потом окажется? Враг до сдачи. Возможно, он меня победит. А возможно, это не был мой враг, я убил своего друга. А возможно, его нужно было, например, как-то применить себе, к себе присоединить, присвоить его и сделать из него жертву. Убивать его не нужно было. В любом случае, мы должны понимать, что нужно быть аккуратным со своей личностью с марта по май, стараться не действовать под влиянием личности. Ну, вообще это не очень подходит. Вообще в это время, ну, вообще под влиянием личности нужно вести себя аккуратно, потому что это пятое и довольно поверхностное сила. Лучше вести себя под влиянием других, более фундаментальных сил. Из чувства долга, из чувства знаний и так далее. Вообще, жить под влиянием личности – это рискованно. То есть, скажем, в бою это подходит, в бизнесе это подходит, в каких-то других активных действиях, в облах это подходит. Но это подходит не всегда. А тем более в этот период нужно быть внимательным со своей личностью, смотреть, как я ее проявляю. То есть, конкретная рекомендация, прогноз на год. И вот, марта, апрель, май, не проявлять свою личность, умение быть агрессивным, не стараться ничего доказывать, ни с кем не спрыть, подождать до конца мая и потом спорить, не искать себе лишних врагов. А те, есть враги, подождать с их, как бы, ну, непреодолением, подождать с победой над ними, то есть, подождать с ними разбираться. Вот, возможно, это окажется зря, по разным причинам. Либо это будет не враг, либо мы неправильно его разрушим, либо мы не хочем с этого какой-то результат. И это же тенденции всех личностей, то есть, всех манглов в мире. Что, при этом, будет в мировой политике, в экономике, в чем-то? Ну, как, будет агрессия? Агрессия, то есть, будут тенденции войн. Конечно, вряд ли будет мировая война, но тенденции локальных конфликтов, встречи, да, между двумя противодорожными мнениями, то есть, скажем так, я не знаю, мусульмане, христиане или, допустим, органы силовые и какие-то люди. То есть, конфликты будут с точки зрения силовых взаимодействий. Силовые структуры, страны между собой и какие-то религиозные или другие фанатики, футбольные фанаты в том числе. А выбор не хочет у нас в этом стране не будет? У нас постоянно выбор. Ну, как раз, да, у нас, да, у нас такой макмар, у нас время... То выбирают то, что не выбрали, да, то есть, у нас обязательно такой выбор. Уже без этого, без этого мы уже все знание взяли, и больше мы еще взять кого не можем, переходим к краше. То есть, все мы сказали именно о личности, то есть, о самолюбии и эгоизме в контексте ретроградного и, как бы, удаляющегося от цели движения. Возможно, тому, кому действительно нужно быть корнем, в этот момент будет борьба с этими милями. Что это будет, какие тенденции во мне, я понял. Какие тенденции будут в окружении, я понял. Теперь рекомендации и советы пока без раши конкретные. То есть, как себя вести? Осмотрительно. Да, осмотрительно. Под пули не лезь. В организации не уйти не вступать. Спор не ввязываться. Сказать, что давай, приходите мне 21 мая, и мы с тобой на эту тему поспорим. Отложите до конца мая. Это класс, они только при своем уме. Мы всегда стоим по своему мнению. У нас есть два варианта пристаться по своему мнению. И высказать его, и из этого следует, нужно его еще отстоять. Или никому его не сказать. А то, что мы оставались по своему мнению, это даже не вопрос. Это как бы, это всегда так. И в конце спора это и остается. Ну, что ты и делаешь минуту. То есть, давать совет, оставайтесь по своему мнению, это как бы непрактично, и мы всегда по нему остаемся. И практически нереально, что кто-нибудь нас переспорим. Не вступать в спор, да? Да. То есть, не высказывай свое мнение. Не высказывай свое мнение. А что будешь на непонимание, на встрече? А это будет легко? Вы хотели. А если даже я не хочу, то почему это может быть еще не так? Будет провоцировать. Со временем провокации вам подходит человек с микрофоном, спрашивает, что вы думаете, допустим, о ситуации в стране? Вот. Вы же сами говорите, вам за этим микрофоном по голове идиот. То есть, не поведись, это просто провокация. То есть, у меня нет мнения по этому поводу. И я очень осознываю. Я не готова вам это мне сказать. Давайте там в конце мая поговорим попозже. Я еще и не сформировал. То есть, не надо свое мнение всем говорить. Я не знаю. Я ничего об этом не думаю. Я еще, то есть, допустим, вас спрашивает бабушка, которая является ложным членом семьи, там, что ты думаешь о коммунистах? По доброте, поюзрелись, да? Что ты не думаешь? И все. Ах ты гад какой! Они за тебя тут воевали, кровь воевали, и пошло-поехало. То есть, выскать, что это невозможно это сказать. Ты знаешь, что бабушка, я сейчас думаю, например, там, ну, не знаю, о природе. Вот Маргар, это каждый год у него ретроградность или нет? Нет, бывает будет ретроградность. Но раз в два года она будет. Обычно за один цикл уграть и одна ретроградность. И у него цикл около полтора года, чуть больше, чем год. Так. И теперь, что осталось к этому добавить? Ну, Раша уже. То есть, он идет по порядку. Пятый, шестой, седьмой. Потом разворачивается назад, снова возвращается в шестой. Дважды. Снова уходит в семой дважды, и прошел дальше. То есть, два раза он будет в шестом и седьмом. То есть, как бы он его поутужит, по нему поедет. Шестой Раша. Помните это что? Да, да. Это библиотека. Хранилище, склад. Это место, где что-то хранится, где нужно порядок, упорядоченность, ограниченность пространства, вот какие-то стенки, полки, там ящички. То есть, и там нужно будет порядок. Это у нас класс. Упорядочное пространство, в виде хранящего и складка. Как себя чувствует там мангала? Там все плохо. Плохо там себя чувствует. Там ограниченность, неумение проявить свой огонь. Поэтому, по тенденциям меня. Правильно. И скажу, какую же рекомендацию людей. Что им будет хотеться, ну, в начале этого периода, ретроградности, они будут, их личность что будет чувствовать? В чем? Напряжение из-за чего? Из-за рамок. То есть, личность будет чувствовать рамки. Да. И желание будет их преодолеть. Сломать границы, разрушить какие-то препятствия, нарушить пространство. Поэтому это как бы и подтверждает ту границенность еще как причину. То есть, огонь себя будет чувствовать ограниченно. В каких-то рамках, условностях, какой-то рутине. И он захочется сломать. Это будет первая тенденция, половина вот этого ретроградного, когда он будет в шестом. И потом, все-таки входит в седево Раши снова. Уже второй раз. Раши, это у нас Кукра, мужская, подвижная. Как место, мы какую мантру сказали тогда? Улицы города или город? Город улицы города. Как чувствует воин или мужчина, или огонь в городе на улицах? Тут все разрушает. Ну нет, разница, разница очень большая. Улица большая. Больше свободы. Да, там больше свободы, меньше рамок. Он может проявить себя. Он там отдыхает, но отдыхает именно как огонь, как-то активно. Активно, да. Активно. Активно, как-то активно. Да, да. То есть огонь пойдет в город, в развлечение. Активно, огненно развлекаться. То есть сфера развлечений получит активность, город станет более активным. Но вроде будет что? Именно желание огненно развлекаться, как воин, который пришел с войны, и ему нужно что-то в городе получить. Он захочет получить какие-то удовольствия, но грубые, резкие, низкие, связанные с его качеством. Поэтому вторая половина ретроградности мандалы, что наконец-то границы сломаются, он выйдет в город, увидит там возможность развлечений и будет наслаждаться жизнью. И сочетание, опять же, шуку и мандалы, это вот это вот низменные инфинкты, шепш и все, что связано с удовольствием и низкого порядка, как у алкоголя, все подробно. Это время развлечений, но не утонченных развлечений, а активных, а время прожигания жизни, так можно сказать. Поскольку это же время и агрессивность, из-за этого будет агрессивность. Попытки во время этих развлечений это казать, что я тут самый отдыхающий, я личность, я тут такой. Вот это будет вызывать агрессивность, и вот такие вот отдыхающие мандалы может быть, когда люди на развлечениях еще показывают свой эгоизм. То есть не просто он создается жизнью, как там в бане раскладанной, а именно, они еще управляются в отличность, поэтому будет цель и драка. Для себя, для своих близких рекомендация, смотри, когда захочется экстрима или чего-то такого в этот период, быть аккуратным. Это не мое желание, в этом нет никакой необходимости. Просто тенденции такие, что личность моя загорается, и ей нужно не лишь бы чего-то, а именно развлечения активных, потому что она выходит в город. То есть во мне и во всех людях возникнет желание рамки пропадать, мы вышли со склада, и со склада мы вышли в город, и там рамок нету. Но по себе под циклом года, а это еще будет обострено. Поэтому сексуальные преступления, нужно быть аккуратным с женщинами на улице одной не ходить, и с возможностью социальных преследований. Потому что огонь будет слишком ярким и захочет какие-то незаконных удовольствия. Надо оценивать мандалы в этот момент. То есть женщинам не надо дразнить мужчин, потому что реакция может быть слишком резкой и жесткой. Куча шубра не дразнит мандала. Какие-то наказания за неправильное, неадекватное проявление личности. А в том, что выросли в седьмой? В общем, ли не опасная, если приходить на практическое применение. В это время свою личность не проявлять, провоцировать, на улице выходить, то не ступать, а да, агрессивными, активными видами отдыха не заниматься, быть аккуратным на уровне эго, не увезлять других людей. Как фунденции в обществе люди будут агрессивными, возможно, воины или локальные конфликты, с властями не флисовать, с вытяжкой зрения не высказывать, никаким организациям активно звать и не посоединяться, потому что возможно будут последствия. Ну, с мандалой все. Вообще он за год пройдет почти все раши с первого по десятый. Почти он все пройдет. То есть он начнет с первого, где-то в геомаре, закончить десятого конца. И все свои значения дат. Можно, ну, я могу дать это все как готовые транзиты, но это будут уже не годовые прогнозы, а месячные. Тогда это в контексте, подходит, что я хочу дать прогноз на какой-то месяц. Я смотрю, где был мандал, где был шукра, где был сурья, и это имеет значение. Но поскольку у нас тема годовой прогноз, то это будет такое как бы чередование, и он почти все качества своих закон проявит. А вот это будет ярким, уникальным, поэтому мы оставляем. Поэтому пока мы не переходим к месячным прогнозам, занимаемся годовыми, это будет от мандалы достаточно. Теперь возьмем шукру. Шукра будет тоже один раз в этом году. Ну, красота это просто ее проявление. Но суть чего? Это сила чего? Сила телесности, сила телесных ощущений. А телу нужно самое главное комфорта. Это его основное желание. И тело комфорта чувствует себя хорошо и сильно. Когда комфорта нет, тело ослабляется. А красота, удовольствие ослабления это все следствие из этого. Это ее остростепенное значение. Поэтому, чтобы не уходить в детали, красоту и прочие мелочи, а посмотрим суть. То есть, если телесности нужен комфорт и это окрашено качественной тенденцией электроградности, то как это проявится по ощущениям? То есть, телу нужен комфорт, но при этом тенденция, что сила комфорта шла вперед, потом сбросила скорость, остановилась, вернувась назад, потом снова пошла вперед. Какие это ощущения в контексте телесности и комфорта? Возможно, заболевания из-за сменения комфорта. Для тела переедания передаваются, болезни? Не для тела, а из-за телесности. То есть, из-за того, что я иду на поводу тела. И тело может пострадать? Ну, все пострадает, и оно в том числе. Пострадает цель моей жизни. Новогодние... Вообще, есть такая тенденция, вообще, но не каждый живет в шукрае, когда... будет особенный... Все захотят какого-то особого кайфа, особых удовольствий, разоряться, не знаю, на чем-то... Жлание пойти на поводу у тела будет явно выражено, чем больше, чем обычно. И бывает такое, что это явно выражено, мы делаем, получаем, наслаждаемся, но она же этапрадная. Тут шаг назад, и мы этого ничего не получим. Сон дает приятные, интересные ощущения. У него там какое-то идеальное стекло, пластмасса подобранное, функциональность телефона уже уходит на второй план по сравнению с теми ощущениями интересными, которые им нужны для шукры. Что-то делать. Да не важно, что-то не можно делать, что он работает от батареи сегодняшнего дня. Главное, в своем ходе приятнее. Есть все. Да. То есть вообще есть тенденция во всем мире, что люди делают выбор и совершают по суткам на основании удовольствия, на основании шукры. Но в этот же период это не будет просто шукра, это будет то, что она нас вела к чему-то. это не проблема. Но она остановится, пойдет назад, снова вперед. Что это уточнит в этом в общей тенденции? Ты описываешь эту тенденцию, а вот именно в контексте интеграгратности. Что это изменит? И мы даем уже предсказание, предметный прогноз или предсказание на этот период. С начала года люди ступят в ту фазу и это не потому, что Новый год и распродажа и все. Просто особенно проявлено, но это не из-за этого вообще есть более глубокие тенденции. Люди захотят комфорта, удовольствия, наслаждений, они будут делать для него какие-то покупки техники или предметов для удовольствия. Они будут считать, что это очень важно, они устраиваются покупать, а в итоге они это удовольствие не получат. И будет ложное стремление к наслаждениям, ошибочные покупки для удовольствия. Тех вещей, предметов и явлений, которые удовольствия не дадут. Это будет общая тенденция во всех, потому что шукра такая будет для всего земного шара, для всех людьми. Желание получить, то есть какое-то там леду, да, по подсказке, типа, какие-то спа, и какие-то еще массажи для удовольствия. А удовольствия от этого не будет. Поэтому, если будет, так рекомендация, мы тоже переводим, если вам захочется какого-то удовольствия для тела, какого-то кайфа, наслаждений, то вы все равно не получите по уместности и желания, не тратьте время и деньги, подождите, пока период закончится, то есть подождите вы до начала февраля, и в начале февраля уже отдайте свою дань удовольствия и наслаждения. И в январе лучше не ориентироваться на телесные желания. Они будут ошибочные, и удовольствия они дадут. Это будет достаточно непонятно, для женщин нужно немного расширить. Они будут говорить, одежду надеваю практичную, чтобы носить, а не для наслаждения, просто мне это надо. То есть надо сказать, одежда, украшения надо посмотреть в суд. Скорее всего, это не является необходимостью. Это просто желание проявить вот эту красоту, удовольствие, наслаждение. Ну, чтобы с этим тоже аккуратно. Поэтому предметы роскоши, дорогие вещи, дорогую одежду, украшения не надо покупать в течение всего я дворя. Многие говорят, что я покупаю сапоги, чтобы носить, потому что это просто обувь. Я покупаю машину, машину это не роскошь, а средство передвижения. Нет, это была правда сто-ли стописяд лет назад. Сейчас машина не совсем является средством передвижения. Это же предмет роскоши, она должна быть комфортная. Поэтому то, что перевозят выходит на второй или третий план. То же самое не надо имитировать, что одежда, украшения обувям нужны просто для травмого назначения. Там намного бы дешевле и не такие бы красивые. Нужно не поддаваться на это чтобы носить. Нужно понимать, что это в основном ради комфорта, а потом уже для практического времени. Что-то еще можно к этому добавить по-шукле. Вычкидой, да. Тогда последнее что остается посмотрим Раши. Восьмой и девятый. То есть девятый, восьмой, девятый. Да. Ну девятый Раши. Это место, где нужно показывать принципы высшие знания. Это назвать и университет, какое-то духовное заведение. То, называют стрелец или канула состретели. место для высшего знания. Они управляют гуру, и гуру активны. То есть это активное принесение знания. Это может быть пригула или место наступления духовного человека, или место войны за духовные принципы. То есть какая-то праведная, честная, благородная война. Если в это место важны фундаментальные высшие знания, приходит Шукрас, то есть женщина чувствительная, которой нужна как наслаждения, то там она чувствует себя нехорошо. И в целом будет еще тенденция самого места, где происходит это разное движение. Шукрас не удовлетворена, она не чувствует удовольствие наслаждения, она находится в огненном месте, где она не чувствует телесность. То есть ее славят в духовное закодение. В это время духовность будет непонятным явлением, люди забудут о духовности, а телесность будет требовать себе какой-то пищи. духовность будет в упадке в это время и из-за телесности, из-за того, что люди идут на поводу у тела. А в восьмом что будет ничем не лучше. Правильно? Это пещера, это уединенное место, келья. Основная женщина не монахина, которая ходит на суждение келью. Сейчас тебе будет духовный опыт расслабился, эволюционирует. медитирует. Не только мандаринки и украшения, сдай мне одежду, надеваешь черное платье, сидишь на те и медитирует. Какие окраски? Трудно сказать, где хуйно, но место уединения это не место для пухлых женщин. Телесность не дворяна сто процентов. Потому что страдает. Страдает, да. Телесность страдает нас, потому что ей говорят, давай, заявись духовностью, подумай о духе, а она думает только о теле. Поэтому телесность страдает, потому что не место ее появления. Там нет наслаждения и комфорта в этом месте. И поэтому в это время у нас будет меньше удовольствий. Ну и сама сфера духовности трансформации тоже будет уменьшаться. Потому что она приходит женщина довольно грубых целей, ей нужны удовольствия, а духовность она не думает. Поэтому сфера духовности будет не то, что упадки, а в слабом состоянии. Люди будут хотеть больше телесности, больше удовольствия, но при этом они ничего не получат. Потому что само окружение, то есть сам рашинге проявляет себя шестая сила, оно находится в противоречии с ее качеством. Прогнозы на землю. То есть духовные учителя, духовные люди, люди, знающие принципы, какие-нибудь мистики, святые, в это время будут невостребованы. У них ничего спрашивать не будет, духовное знание будет не в цене. Потому что люди хотят наслаждения в это время. И эти люди будут безработать. То есть если они живут на эти деньги, у них будет мало денег, они не смогут проводить свои какие-то события, чтобы давать людям знание. А сферы развлечений, наслаждений, они будут востребованы. Люди будут танцевать и петь в каких-то духовных местах, в храмах. Они скажут, что наш любому это через секс, с удовольствием и счастьем. Давайте обнимемся, говорить неприятные слова, Бога это любовь. Будут такие тенденции. Ну в общем понятно, то есть понятие духовности и принцип будут подменены радостью жизни. Правильно замечать. Отлично. Лучше все я буду чувствовать в практике танцевического секса. Да, да. Вот будет толпа. Вы какие-то поздравления через секс занимайте очередь. Да вот я тенденции не идея. Подождите, а где удовольствие? А вам никто этого не обещал. То есть да, действительно будет нерализованность, ложная тенденция найти там комфорт. То есть люди думают что именно там а там ошибка. В том-то ее ретроградность что она обманет. Придется потом что-то другое сделать. Это такая типичная фраза оказывается что женой еще лучше чем с проституткой. Попробуй зачем я потратил деньги и время женой это оказалось еще и лучше. ты же знаешь мой сердцов потратил время деньги оказалось что там недухонность и неудовольствие просто кинули и все. Вот такое будет ощущение я не знаю в какой цели. Надо понимать какие тенденции пробуждены и если мы пытаемся что-то сделать то думаем что кто это мною движет не вот это лишь укра которая потом заставит мне это все переделать если это она нужно останется подождать до конца 2 января до этого февраля это мы не прекратим не прекратим поэтому покупать можно если мы против желание наслаждаться нас ближе при покупке надо быть еще осторожным потому что старейшим отложения не получим рекомендация продавца вот в этот месяц вы сможете всех обмануть обещать им удовольствие это вещи они будут искать удовольствие вещей для продавцов рекомендация продавать удовольствие непрактичности непрактичности или красоты просто одно и то же неважно что это плохо работает для других это красивая вещь государственной функциональности либо век сухой все понятно тогда будка меняет очень часто поэтому если мы захотим осмотреть какой-то месяц когда нужно важно посмотреть где будка и все остальное предсказание или тенденции года то все они будут подпременяться и будка покажет со своим двенадцатым сторон в течение года то есть графа гуру сначала в третьем а потом в четвертом раз итак самое главное нужно самого простого самого важного кто такой гуру а вообще что это такое пространство и от пространства ведет что самое главное бесконечность безграничность спокойствие в нем уверенность в нем есть все знания все счастье все предметы в нем есть все оно все себя хранит это сила дает нам все из пространства и яркий быстрительный теперь мудрец в том есть все злание и от удреца у нас спокойствие и счастье от пространства освещения спокойствия и счастья вот но с пространством мы не очень знакомы мы практически на него не обращаем внимание и мы забываем о своих ощущениях от пространства если мы говорим что это учитель или мудрец или гуру тогда у нас ощущение от этой силы он все знает он решает проблемы он помогает жить с ним легко приятно к нему хочется пойти из него не хочется уходить потому что когда он говорит становится все хорошо знание счастье покой итак эта сила будет иметь две тенденции первая полная года и вторая полная первая полная года что будет с этой силы пространства что будет с мудростью она не послушала она находится в таком месте в месте информации то есть это горло речь это с микрофоном на сцене это выступление по телевизору и по радио где нужно просто передавать информацию да конечно из всех сил гуру лучше всех придаст информацию но все получат только информацию то есть это значит мудреца который обладает знанием и мудростью просто просят передавать информацию у него спрашивают какая температура 28 какой цвет синий он просто передает информацию то есть мудрец на сцене передает информацию или он выступает какой-то интеллектуальной конференции или он занимается памятью то есть конечно информация в это время проблем не будет информация будет очень сильна очень востребована с информацией все будет хорошо потому что ей занялась сила знания сила мудрости сила буру и ошибок показать информации не будет но при этом сама сила пространства будет не востребована. Она будет неэффективна. Это как просто мудрец, который переписывают книги, копирует их. То есть копирование информации, переписывание книг, дублирование информации, распространение информации. Когда информация обладает самостью, о знании никому не нужно. Поэтому с информацией все будет хорошо, но знание будет не востребовано. и мудрецов, знающих людей, советников, духовных людей, обладающих высшими принципами, заставят просто заниматься информацией. И для знания, для мудрости, для высших пыльцев, это не очень благоприятное время. И оно, кстати, сейчас идет, любой тренинг или консультация, или лекция, или семинар основной информации, воздает огромнейшим успехом. И люди это ценят и платят за это большие деньги. Любое мероприятие, где будет мало информации, или не будет, но будут какие-то принципы и знания, люди туда не ходят. Они говорят, что там же нет информации, что это идти? А эти принципы ваши никому не нужны, они непрактичны, кому это всегда. И эти тенденции, они есть, и они будут длиться еще полгода до июня. Поэтому знания не в цене, мудрость не в цене. Мудрые люди не понимаются большинство людьми, и всем нужна информация. Эти тенденции сохраняются. Полгода с мая по июне, а здесь будет с июня по июне. Тут в каждом раз, и просто оно неровно году соответствует. Информационные профессии будут востребованы. То есть журналисты, переписчики, писатели, издатели, телевизионщики, будут зарабатывать деньги и развиваться. Для духовных людей, какие-то мудрецы, святые, люди, говорящие о высшем смысле жизни, о предназначении, будут не востребованы. Им лучше просто ждать своего времени. Когда придется передавать информацию? Они будут просто брать книгу и зачитывать, чтобы хоть что-то давать. Потому что информации у них нет, а людям она нужна, и они обязаны ее передавать. Ну, человек знания вынужден просто копировать информацию. Это главная тенденция этого времени. Потом, когда он переходит в четвертый рашу. Четвертый рашу, это как мы это место назвали? Дворец или двор, да, то есть место близких людей короля. То есть место его свиты, ближайшее окружение царя. Родное, близкое место. Его семья, практически, где он глава. Дворец или двор короля, при дворе короля. И в это место вошел мудрец, или вошло пространство. Спокойное, безграничное, всезнающее, всезадержащее, успокаивающее, дающее счастье. Что будет со дворцом? Там наступят проблемы, умиротворение придет. На все вопросы будут ответы, станет спокойно и хорошо. То есть самому месту хорошо, самому четвертому рашу хорошо. А как он там себя чувствует? Ну, в другом, в другом, в другом. Отлично, да. То есть он властребован. К нему обращаются с проблемами, он их решает. Ему задают вопросы, он отвечает. Если напряжение расслабляет, его слушают, потому что это советник, этому древесу. Будет намного лучше. То есть в июне должно быть резкий такой переход в тенденциях. Информация, наконец-то, будет оценена, что второстепенно от ударей и дорога. А мудрое знание, понимание принципов будут, наконец-то, востребованы. И учителя, которые были в забвении, которых забыли, которых никто не спрашивал, начнут, наконец-то, спрашивать. И поэтому в тенденциях мира это будет рост спроса на консультантовые услуги, на консультантов, адвокатов, юристов. Или будут спрашивать какие-то высшие принципы. И духовные знания тоже получатся активны. А информационные технологии ведут на второй план как поддержка, то есть как будет статистепенная, чем они должны заниматься. Просто передавать информацию. А на дворце там мир, спокойствие, это где нет? Где у меня дворец? То есть на душе станет спокойствие, да. На душе сейчас есть некоторое беспокойство, оно будет появлено, потому что в дворце нет мудрости. То есть на душе нет мудрости, да. А за что я знаю почти у всех специалистов, которые пытаются проводить, давать принципы? Я рассказываю, а они никто не понимают. Сказали, да ну почему? Не понимают или сейчас принципы? Два года непонимания принципов. Если с ней что не так, тогда все остальное будет не так. Если с ней не разобрался, тогда непонятно вообще все как. То есть если никому не служишь, то все остальное твой дух, душа, личность, интеллект никого значения не имеет. А служение отличает Шане. Поэтому если я спрашиваю человека, ты там чему ли кому служишь? Он говорит, никому. Все остальное можно вычеркивать, потому что он никому не служит, он неизвестно кто. Поэтому она самая такая важная. Не потому что первая, а потому что без нее ничего не будет работать. Шане в седьмом. А потом, ну, Горг, Шане в восьмом. Итак, Шане в седьмом. Улицы города. Улицы города. Если это стражник, то там есть что охранять и это для него наиболее эффективное место. Гаишники. В городе для него идеальное место. Но там есть место, где стать, но собирать деньги, все контролировать самыми людами. Возьмем там налоговые или какие-то другие фискальные средства. Город – идеальное место, чтобы мы играем за движением денег. Таможня сидит за товарами. То есть сила наблюдения, контроля, препятствий в городе лучше всего себя проявит. Не потому что будут хорошие результаты. Потому что как бы она там чувствует наиболее уместно. И город в том месте те качества, где Шане наиболее востребован. Поэтому соначально. Как раз это самая подходящая сфера для его проявления. Он же любит наблюдать, а там контролировать. А там есть бесконечные прислабления. Ставить рамки. Ставить рамки, да. Этих пускать, их не пускать. И в какой-то момент даже кажется, что тех, кто наблюдают, становятся хозяевами жизни. Потому что они могут ограничивать и управлять. По-самому-то деле он слуга. То есть слуга служит господину. А там стражник какому-то своему царю. А таможенник должен служить какому-то там президенту. Но в городе настолько эти синистские силы получают огромную власть, что кажется, что собака управляет своим хозяином в какой-то мере. То есть получается, что мы боимся больше, чем того, кто их поставил. И больше, чем того, кто туда во дворил стражника до их охраны. То есть мы боимся границ, но стражника больше, чем того, кому это все принадлежит. Вот в этом суть того, что происходит в США и в седьмом раше. Поэтому там у него экзальтация, препятствия вырастают, получают силы. И препятствия окажется, что ему кажется более важным. Он себя там чувствует главнее царя. Типичную ситуацию, по-моему, мы рассказывали. Когда вахтер на вахте считает себя самым главным, потому что он может не пропустить даже генерального директора. У него кнопка. Понимаете, кто-то генеральный, где пропуск, срывом дома. Я тебя не пущу, езжай домой. Это адекватно? Нет. Но это возможно, потому что пока ты нажмешь кнопку, тот не может войти. То есть это реально, когда замок становится важнее, чем то пространство, которое он охраняет. Это когда вахтер пытается управлять всеми. Пускать, а кого не пускать. Хотя он просто швейцар. Ну да, бабушка санитарка вовне родила врача. Да. Это же очевидно, что лавра идет по стену сейчас, а санитарка сошла. Да. Вот это вот время вот сейчас происходит. И в плохом политическом смысле. Это какой-то низкий народ, ну не демош. Есть народ демош. Это сильный народ. Это народы-гоины. То есть это достойные, сильные мужчины, которые могли чем-то заниматься. Это есть один вид народа. И такая бывает демократия. А бывают низкие люди. Их называют плебеи, рекрец, любвины, чернь, слово подходит. Вот такой народ. И этот народ, он думает, что он хозяин страны. Потому что их много, и они к чему-то образом могут что-то решать. То есть это время, когда низкие силы выходят из-под управления высокими силами. Поэтому возможны всякие перевороты. В компании подчиненные не слушаются директора. Собака кусает своего хозяина. Да, каждая купарка управляет государством. Вот это вот такое неприятное время сейчас, когда чернь, не народ, не демос. То есть в любом, понимаете, что я имею в виду, да? То есть в любом устройстве. Например, возьмем Древняя Русь. Помните, казалось, там была с одной стороны вроде иерархия, с другой стороны была Вече, правильно? И Вече решила какие-то важные моменты. И Вече было важнее, чем князь, который им управлял. Но мы думаем, что Вече собрать какие-то, ну как это назвать? Селяне, да? Селяне и что-то решили. Кто это был на Вече? Мужчины. Старичные. Нет, старичные. Мужчины, даже до 6-х раз, которые были воинами, доказали свою силу боевых боев. То есть это были реальные воины, они могли воевать. У них была оружия, которая дорогосовала. Они могли себя защитить. У них были обязательно жены и дети. Я не помню по количеству, может быть одной же мне было достаточно. У них должно быть много и мужского пола. Если у тебя нет детей, значит ты не мужчина, ты не можешь рожать и заниматься детьми. То есть у тебя были сильные люди, и они собрали вещи, что-то решали. То есть это как бы один из людей. А сейчас мы узнаем, что демократия, когда лишь бы кто, независимо ни от чего, могут как-то голосовать. Вот за чем плохое время отношения, когда они вот эти достойные мужчины. Хорошие отношения. Сейчас время отношения хорошие, это за людей плохое. Потому что недостойные люди ученики, думают, что они решают, они собирают вещи. То же самое было время, вот это вот, как называли, патрицией, да, которые могли риктовать волю. Это были не просто горожане, это были богатые военные горожане, у которых были и деньги, были семьи, дети. И они в бою доказали, что они могут защитить свою страну. Это, например, казаков в какой-то мере были. А оружие, которое насечаясь, стоило огромные деньги. То есть они были, ну, князь не подходит. Какая-то граница между воинами и хористопратией, вот этого как бы прослойка. Ну, типа военных дворянников, назвать. Ну, в принципе, первые люди на это и были. Да, просто потом кровь смешалась, и уже кровь была не дворянка и нечистая. Но все осталось. Высокий доход, высокая ответственность, умение брать ответственность, умение воевать. И большая семья, здесь много детей, у них какой-то план какой-то получался. Это были руководители кладов, реально. Вот это была демократия, когда сильные такие люди, только мужчины собирались и решали. И они могли что-нибудь там поменять. Правителя в том числе. И он, ну, вляд, ему сопротивлялся. Но ничего. Вот, сейчас для Шани время хорошее, собаки руководят хозяином. Поэтому вот это вот как бы минус. Тенденции семьи будут какие, даже если нет собаки? Кот будет управлять семьей, да? Мы же управляем семьей, каракан управляет семьей. Или дети пытаются управлять семьей. Да, ярко... То есть до ноября будет огромная сила нужна, но тенденции нужно понимать. Поэтому переходим за конкретным прогнозом. Если мы занимаемся предприятием, то в это время, по ноябрь, что будет трудно уходить в предприятия? Ну, быть руководителем. Да, то суда они работают, суда они подчиняться. Люди отказываются будут подчиняться? Говорят, что, а что руки осушатся? Они будут считать, ну, не каждая, но уходи будет, то есть так, равные. Да, да. Они будут давать директору советы, если они адекватны. Говорят, что мы их лучше знаем. Ты там все в мире ничего не понимаешь, что мы тут работаем. Не мешай нам работать, только давай зарплату и не мешать. То есть, да, то есть все низкие слои, в том числе починен, наступляйте. Мы стараться отказываться от управления и мешать директору работать. Поэтому управлять не будет трудно. В семье дети или животные будут стараться управлять с семьей. В государстве какие-то низкие массы. Опять же, ну, там, не казаки, не двояне. Неблагородные люди, низкие, будут пытаться задать на себя власть. Вот. Все силы, которые будут, то есть проверки, налоговые, пожарники, в 7 частях. То есть, будет много пресса, так называемого, финансового, кондолирующего пресса. То есть, будут давить предприятия. Схеройс будет преобладать. То есть, однообразие, равенство, серость. Что-то одинаковое и невзрачное будет преобладать. Она сильно конфликтуется с этой личностью. Как это совместить? Ну, так же, например, я так вспышка периода. Да, вот вспышки среди селости, да, таких яд. Но вообще селость преобладает. Не считая вот этого периода, селость будет сестру преобладать. Вот эти тенденции, они хоть и проречивые, но как бы льют воду на одно и то же колесо. То есть, это упущает ситуацию в жизни. То есть, и агрессия, и серость. И однообразие, и проявление эгоизма. Поэтому время за ноября вообще плохое. Слава Богу, что хоть гуру даст какую-то мудрость после июня. Какие рекомендации? Ну, конечно, если у вас есть бизнес, не надо от него отказываться и закрывать. Нужно просто помнить, что труднее еще быть правителем и в семье, и в бизнесе, и в любой сфере. Труднее свою волю подсажать и показывать. Понимать, что, возможно, в какой-то момент эти силы будут слишком... Нарушать закон, стараться не нарушать закон. Нарушать постичку, а вот здесь пощетворья обоих посчитать. Сравни, это же границы. Надо видеть границы. Вот мы идем, какая-то ниточка натянутая, не надо через ниточку переступать. Вот чья-то территория открыта калитка, не надо открывать даже сиклипно открытка. Надо видеть границы, чужие границы и интернация. Потому что там собака, или шаги, или какие-то низы. То есть очень аккуратно с границами. Вовремя оклачивать коммунальную страну. Да, и финансовые границы, временные границы. Долги лучше не делать, а давать вовремя. То есть не трогать границы, не касаться. Не пытаться их обойти. Не пытаться их обойти, да. То есть нужно аккуратно с границами. Потому что время, когда границы сильнее, чем того, кто их поставил. То есть принципы не важны. Правитель границ не важны, пространство не важно. Границы сильнее целых три года. сами границы управляют тем что они окружают и стены управляют помещениями фактор управляет зданиями окружение объекты границы сильнее чем суть конкретно рекомендации допустим не рожать детей потому что это какие-то твои почтеные семьи такой комендант так нельзя но допустим вас есть бизнес не набирайте людей пока этот три года не закончится потому что люди будут скорее мешать вам препятствовать чем помогать ваши помощники него что он будет помогать поэтому в человечественном как бы как назвать в количественном отношении людей подчиненных персонально да то есть не увижу кристалла а скорее всего будет больше вреда чем помощи то есть до ноября больше подчиненных не набирать а этих отправить там в отпусках пусть хоть не мешают они помогут поменьше искать помощников и нельзя быть уверены в них как в актере который может быть у нас бунтоваться всегда быть уверены в слугах время когда слуга может взять на себя не ту роль нельзя быть уверены в слуге что у него много вот этого экзотации чувствует свою силу неадекватно может в какой момент провести по своему но в жительство мне кажется именно вести аккуратно документацию платить по счетам да не власть в долги не нарушать законы соблюдать сюда мелочей то есть там какие-то странные требования но еще до июня и отложить этот объем для как он может как гаишник докажет что он нужен останавливаясь и мешая ехать тогда видимо трогает конечно все лучше меньше оба быстрее тут машина все успевают здорово но нет с культового направления его необходимости поэтому он будет показывать его необходимость через установки поэтому лишние законы лишние требования лишние отчеты а когда не докажут что они нужны только через это не потому что это не нужно потому что они пытаются показать что необходимо существовать за свою экзотацию вот и там будут лишние формулировки и на заполнительные правила требования лишние штрафы до лишних достаток доказывают слуги или стражники или гаишники или инспекторы или наблюдающих это для учебы свою необходимость так и чиновник доказывает что он нужен мешает что делать ведь я побежал начало что делаю а если работа по матку где радио что тогда мы ждали я сквозь то чисто на себя поэтому вот такая тенденция специально и хотят мешать но у них не другого способа показать свою свое существование изначально из правильного посуда очень негативный результат показать существование чем показывает дух существования тем что он дает существования с своим принципам жизни чем показывает свою свою душа она дает ощущение а чем пространство покажут что есть знаниями но чем шаги покажут что он есть препятствиями он по-другому не может показать что он есть приносить показывать свои свои препятствия но нет другого инструмента помочь то же самое контекст людей у человека отобрали свободу. Посадили его в больничную койку или в тюрьму, в заключение. Шаги изначально хочет добра. Он хочет ему показать какой-то дать урок. Но у него нет другого инструмента, как через задержки и через препятствия. Потому что это все, о котором он отвечает. Ну, через служение, ну, через упорную работу. Он хочет дать урок, а инструменты у него только такие. Препятствия, привлечения, проблемы, задержки, горе, печаль. Урок-то хороший, потому что все графики хотят добра. Но инструмент у него только такой. Поэтому чиновники не потому, что они такие нехорошие люди и хотят зла. Просто это предстоит решанию. Они дают уроки, а другого способа дать урок они не знают. Переходим в восьмон. Да. И восьмон, может быть, это тоже плохо. Но хуже некуда, поэтому обязательно станет лучше. Хотя это может быть тоже плохо. Просто, как говорится, как сделать человеку хорошо. Сделай ему очень плохо и сделай, как было. Ну, как было. Сделай, что хуже, а потом и не как было. Ему уже будет хорошо. Поэтому тут, может быть, тоже плохое положение разберемся. Но станет много легче, потому что хуже уже некуда, чем там Шани. Шани. Итак, Шани в восьмом раз. Место выединения, место трансформации, где огонь соединяется с водой в пещере, как мы ее назвали, в Келье. И там у нас Шани. Ну, он уже никому не может ставить. Как влияет он на место и место на него? Как влияет на место? Ну, место нормально. Пещера не портится от этого. В самой сфере трансформации человека, как бы, большего времени не будет. Да. Умение получать мистический опыт, трансформироваться, заниматься какими-то глубокими внутренними практиками, оно не нарушается его присутствием там. И есть какое-то упорство в духовных практиках, какая-то настойчивость. То есть, как бы, настойчивость в целом всех людей, и моя в том числе, появится в духовном направлении. Я захочу какой-то получить опыт, который меня будет расформировать. Может быть, он даже будет какой-то жесткий, неприятный, резкий, странный. Но я захочу направить свое трудолюбие, настойчивость, укорство, в контекстное мистическое опыто, чтобы нервно сломировало. Это опыт и духовные практики и что подобное. Теперь, как сами силы, препятствия и границ чувствуют, когда их болеет в пещерам? То есть, влияние на внешний мир уменьшится. И вот эти моменты, которые вы описывали, они будут такие, да. Он не в городе уже. А там, на что он влияет, но на эту сферу нет проблем. То есть, жизнь вообще в целом улучшится, потому что, ну, наше общественное, там, это реально социальная активность городская. Раскрепоститься. Она станет меньше под контролем. Ша не уйдет из города. То есть, город оставит эти силы в какой-то мере. Не то, что вообще там будет беспорядок. Просто будет меньше этого пресса. Давление проверят. Меньше станет гаишников, там, на них платят. Гаишники поедут в пещеры. В городе их станет меньше. Городу станет легче. Нам работать станет легче. Легче будет социальная, общественная, активная городская. Они начнут как-то трансформироваться. То есть, они осознают, что они делали и подготовятся к этому. Ну, когда туда выйдут, посмотрим. Но пока они туда не вышли, они готовятся. То есть, они набираются силы, осознают, что они сделали. Какие-то опыты. Они будут осознавать, что они делали. И, может, пересмотрены контроля будут готовиться к новому этапу. То есть, анформация, это значит, мы оцениваем, что было, и исходя из смысла нужно, меняем наши какие-то следующие шаги. То есть, они будут трансформироваться. Поэтому, бахтеры уйдут в медитацию, она будет получать какой-то опыт. То есть, народ будет получать внутренний опыт. Он же будет в келье. То есть, не через конфликты, не через попытку качать права, не через попытку управлять. То есть, дети, народы, подчинённые, которые будут получать внутренний опыт. Меньше будут в любых волне и будут задумываться о своих внутренних ощущениях, что внутри происходит. Ev vidare sean как отличия. То есть, народ почувствует это отличия. Да, их жить поставить на место. И это даст нам опыт трансформации да это хорошо когда произойдет события в ноябре хорошо что уже с июня гуру издатации у них будет более мудрое осознание этого опыта но я бы назывался контролировал зарабатывал деньги а потому посадили в келью или в пещеру его есть привык первым сравни тот вот этот и подумал ради чего ты живешь у него будет выбор задуматься и посмотреть всем хорошо кроме самих этих сил они будут в рамках ограничений в келье они не могут так уже явно это на что-то управлять свое влияние это материальное ограничение покажется и народу вообще плебеем да и всем низким уровнем скажем там детям подчиненным что стало меньше материальных ресурсов они почувствуют материальные ограничения пещеру где нет наслаждений то есть они почувствуют ограничения материальные меньше материальных качеств жизни если допустим они не поймут что это аскетизм скажут жизнь стало плохо меньше зрелищ меньше хлеба если поймут что это аскетизм они так вот опорта голодание хочется есть нечего если умирает кого-то просто способны очень какой-то какой-то опыт и это пойти вперед с одним плюсом но аскетизм будет обязательно потому что сама пещера это место аскетизма это законе от народ народ за пещерами если они не понимают что происходит но мы в тюрьме ничего есть нет телевизора нет ни хлеба не зрелищ мы страдаем а если не потому что это какой-то опыт надо получать искать опыт отличный а без зрителей замок от того низкие темные силы дочери подчиненные там дети тараканы собаки силу тут вас кезу в пещере много не поработаешь то есть работа будет небольшая работа будет как инструмент для аскетизм сработать но вот они будет много именно городе много работы а там будет меньше работы услуги меньше работы пещере чем городе и работа будет очень такой небольшой для трансформации если мы уверены что порядок соблюдается только благодаря контролирующим органам тогда нам кажется что когда они уйдут будет беззаконие отсутствие правил хаос возникает но по опыту давайте посмотрим какая-либо страна где нет правил дорожного движения там есть беззаконие на дорогах нет есть это высшие принципы которые можно соблюдать и на дорогах в городе в общении в жизни я не ушел душа не нужен не надо контролировать закон если живут как бы посту есть все понимают что задам богу идеальные поведения людей есть государство там есть царь все знают что именно конкретно от меня и как же это делать не надо еще контролировать проводить наказание меня что за моему духу от меня и тогда не будет беззаконие поэтому законе будет шамсуре ушли ну вроде все почему я захотел закончить шани кажется такая страшная неприятная сила и хочется от нее подальше держаться и с ней связываться просто она дает самые сложные уроки и мы неправильно воспринимаем или отказываться воспринимать или хотим не замечать но суть в чем что все страдают от шани и нам кажется из-за этого что это негативная графа она считается там страшно ужасно мы ее боимся но суть то не в этом если мы ведем себя правильно она практически нас не трогает она не только нам болезни не дает страдание и горе не дает и нам нужно понимать нужно шани от нас чтобы мы это не делаешь да то есть ради чего ты это делаешь какова цель неприятная формирует означает кому ты служишь то есть допустим ты это делаешь да для чего ты зарабатываешь деньги для чего ради какой цели и шани приходит нам и спрашивает и проблему себя касается не только работа я поел для чего я поел для той цели искусствам нужно мне жиры и белки углеводы шани такой ответ не устроит и будут проблемы и здоровье в том числе если я допустим наслаждаюсь сижу я построил фильм полтора часа конца фильма будет шани он спросить зачем фильтр смотрел если скажу я не знаю для чего из какой-то не совсем подходящего цена скажи да человек никому служит не ради того живет надо ему там занести какой-то списочек или сразу как гонечко наказать но поскольку постоянно происходит со всеми из нас и с вами и со мной с другими то есть зачем я стоял на эти два часа компьютерные игры зачем я туда поехал почему это сделал почему-то поступил так далее я не что понимаю что на делу получается что в целом в среднем если взять такой перемешать почти всегда на вопрос шани у меня ответ неправильный либо его нет либо объект служения не тот он говорит ну чего этот тот же в черных списках он не жилец он постепенно все это как-то делает вот почти поэтому шаги ничего плохого нет если я знаю для чего я живу ради чего я каждого свои действия для чего я дышу для чего я ем для чего я хожу я знаю какой-то цели посвящено шаги у меня страшки я знаю для чего он не отстает и меньше препятствий меньше горе меньше печали меньше проблем и всего этого остального поэтому я хотел закончить шаги потому что шукры мы все получаем у нас к этому приучили и выживанием мы можем заниматься и личность нас накачивают еще начиная со школы и тренинги личностного роста и так далее вот и с этим мы совсем разобрались но когда у такой что-то более высшее чем выживание наслаждение достижения приходят шаги и спрашивают для чего все это он как астет или наблюдающий или един или тот кто наблюдает если вы наблюдаю на него понять кому то все нужно если ответа нет когда будет проблема поэтому я хотел закончить семинар не понимает для чего мы пришли на семинар для чего нужны знания нужны куда мы пойдем дальше что мы там будем делать и каждый день утром просыпаясь для чем этот день проживем и вечером день закончился что мы сделали в течение дня и кому это все было надо если ответом будет мало или мы чувствуем что в них что-то не то мы делаем не для каких-то высших сил и каких-то других странных явлений или сущностей то мы с ним столкнемся и и и Субтитры создавал DimaTorzok